Ну шо, новое шоу подъехало. Хейтеры, фанаты и друзьи нонеймы пришли в ресторан Фрэнк Байбаста, чтобы задать вопросы Лёхе Щербакова. Если он сольется, то оплатит всем счет. А если ответить честно, поляну накрывает Баста. КВН дерьмо кусок. Рыб дерьмо. Дарцов винокур, хуйня полная. Он на самом деле такой человек, он мразь просто. На самом деле неприятный, да? Только аккуратно, потому что под рубашкой больше ничего нет. Нет, это самый смешной выпуск за всю историю. Самый лучший, самый классный. И все. У нас в гостях самый смешной комик Остин Нурлана Сабурова Алексеевич Рыбаков. Слушай, скажи, вот в рамках шоу «Стендап» на ТНТ, какого комика ты считаешь самым смешным и кого самым не смешным? Для меня сейчас самый смешной Абрамов Ваня. Я его вообще всегда любил, он типа сумасшедший смешной. Это который играет... Да, он уже не играет, но иногда временами. Иногда КВН дерьмо кусочек. Он же был шоковенчик. Да по хуйю, я за это все равно забыл об этом и люблю его таким, как он есть. Вот, плевать на КВН, это больно плохо. Но типа КВН, он не знал, что он творит, когда он шел в КВН. Окей, а самый не смешной? Самый не смешной. Реже всего я смеюсь, я вот так скажу. Мне нет комика, над которым я бы не посмеялся ни разу. Нету. И меньше всего я смеюсь, наверное... Ага. Так. Так. Какой корректный человек. Видите? Какая подстилка юмористическая. Кого бы завафлить, чтобы зарплату не урезать. И сейчас думает, что же будет, что же... Нет, у нас же 14 новых молодых человек. Давай молодежь ебашь, недочина. Который кто не знает. А, ну тогда Артем Винокур. Хуйня полная вообще-то. Кто? Артем Винокур. Я знаете, я типа работаю ассистентом стоматолога и... И там по бабкам вообще так не вдало, я вам отвечаю. Там я вот зимние курки больше нашел, понимаете? А кто это такой? Артем Винокур, не знаешь? Дища, да? Да, дно полное. Он внук Винокура. Реально? Да, только смотри. У Винокура есть родной брат, и это его внук. А, он племянник Винокура. Сейчас как его зовут? Артем Винокур. Да нет, он тоже смешной чувак. Он просто написал один монолог за 6 лет. Поэтому как бы заслуженно. Окей, спасибо. Привет, Лех. Ты обычный парень. Скажи, сколько стоят вещи, которые на тебе? Скажу, скажу. Значит, это подарили. Это адидасовская футболка. Я не думаю, что она дорогая. Но я такую бы себе не купил никогда. Если футболка дороже 400 рублей, идет она нахер сразу. Футболка идет полностью. Я захожу в Бершку. Бершка. H&M. Это самая потрясающая вещь. Все. Я смотрю. Мне что-то может понравиться. Смотрю. Они, блядь, перед летом задирают. 799 может. Вот недавно было. 799. Я думаю, вы, блядь, с ума сошли что ли? И все. Приходится бежать оттуда. Вот подарили. Это Pull&Bear штаны. Мне их купили на съемке. Костюмеры. И я их у них забрал за 50% стоимости. После съемок так можно делать. В итоге отдал за них 1800, наверное. Больно, но нормально. Вот. И все. Я в них. Носки. Украл со съемок. Короткие носки. Пидорские. Но я думал, что здесь не будет видно. Но уже теперь ничего не попишешь. Что? Самое дорогое – это ботинки. Это прикольная история. Значится. Ботинки. Я прихожу к врачу. По какому-то не помню вопросу. А, у меня чесалось 6 лет пятка. Вот. Мне это не нравилось. Вот. Я говорю, что происходит? И она говорит, вы ходите, молодежь, в таких ботинках вонючих, огромных. Вот этих. Понял? Вот этих. Вон, блядь, убастые снимите. Вот такая. Вы в них ходите постоянно и воняете, как твари. Я говорю, откуда вы знаете? А я снял. Она такая, блядь, не надо спрашивать. А у меня были как раз одидавские кроссовки. Что-то там за 1200 какие-то классные были. И все. Ну, это шикарные. Прям новые брал. В этот раз. И вот. И она, типа, говорит, это все плохо. Нога не дышит. Все в говне. Она меня так застыдила, что у меня есть деньги в целом. И я такой, блин. Я прям застыдился и говорю, ну поеду куплю себе кроссовки. Поехал, купил себе хорошие, кожаные. И я такой, да. Я прям босиком не обувался, блядь. Поехал. Семь, что-то там 600, блядь, не знаю. Ну прям очень дорого. Я такой, ууууууу. И все. Я их взял и такой и хожу. Вот я их не снимал с этого дня больше ни разу. Это где-то полгода назад был. И вот все. И не воняет. Ты представляешь, перфорированная дырочка. И не чувствуешь? Нет? Нет. Ничего нет. Того получается 7600. Подарили. 1800. Трусы, хельфигер. Но это палево жесточайшее. Из них потому что торчат нитки. Вот смотри. Вот. Мне Каргинов еще, Тимур, обещал подарить трусы. Потому что увидел меня на гастролях, что у меня из трусов торчат нитки. Говорит, я тебе подарю, подарю, подарю. Не подарил до сих пор. Гастроли были в январе. Я вот в них еще пока. Как же ты за счет будешь платить сегодня? А я не буду платить. Я за все честно отвечаю. Не дай бог мне заплатить что-то. У меня такой вопрос. Вот ты участвуешь в разных хеймеристических шоу. А когда ты запустишь свое шоу? Очень лень, честно. Жестко лень вообще что-то делать самостоятельно. Поэтому я тоже упал на хвост. Да, это одна тема. Но есть какие-то идеи или планы? Есть планы. Может быть на ютубе что-то буду дальше делать. Да, я знаю. У меня есть ютуб-канал. Видеоблог. Все смотрим. Обосать колени. Это видеоблог. Это видеоблог. Это видеоблог. Погнали. Вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как создать шутку? Шутку создать? Так я не знаю. Я вот смотрю стендап. Многие, кто смотрит стендап, думают, класс. Вот они просто такие вещи замечают в жизни, да? Вот вроде жизнь-жизнь. Они вот замечают. И это правда смешно. Вот у меня как это происходит? Я не могу объяснить. Непонятно? Это склад ума. Наверняка, да. Скорее всего. Мы же сейчас серьезно разговариваем? Да. Да, наверное. Как у поэта, как ты стих написал. Вот я не могу стих написать. Не могу. Что-то тебя повеселило, ты так сказал. Короче, склад ума. Ну сейчас давай пошути. Ну по-браску. Мы же приходим к вам программой. Нам говорят, прочитай сейчас рэп. Ну. Вот у тебя же есть заготовленный рэп. У меня нет шутки заготовленной. У меня нет заготовленного рэпа. Все знают, что я выходя на концерт, с текста ставлю на Пюпитер. Да. Правда? Кто? Вы же были на его концерт? Была. Пюпитер видела же? Видела. И ты просто вот так вот, да? Брат, я тебе честно говорю. Сан Саныч, дай вот это все. Я тебе честно говорю. Про Сан Саныча тоже читаешь? Ты не запомнил? Просто ребята разрывают просто. Почему? Сан Саныч отлично. Хорошая вещь. Таков закон Сан Саныч. Да. Сан Саныч крутая песня. Она хорошая. Так я ее наизусть знаю. А ты почему не знаешь? Сан Саныч. Здорово, Леха. Здорово. Слушай, я знаю, ты раньше ходил на паркур. А можешь что-нибудь ебануть? Там сальто? Мораль-то? Слушай. Можешь со стола сразу? Он не скрепляет. Он так прикалывает. Блядь, давай. Я паркурщик. Как участковый. Я был паркурщиком. Слушай, со стола, блядь. Ну я разъебусь, скорее всего. Да похуй давай. Мы тебя поддержим, Леха, давай. Слушай, подожди. Может быть просто попробовать фляг сделать? Типа, знаешь, руки-ноги. Да я знаю знаю. Давай покер, давай делай. Ты умеешь, правда? Ну я вот, смотри, не делал лет шесть. Старик, ты сейчас как мой бедный мороз. Какой шесть? Какой шесть? Блядь, десять, наверное. Я паркурил, когда в школе учился. Потом я ушел в армию в девятнадцать лет. И я до девятнадцать, ну, блядь, одиннадцать лет я не делал. Но я могу, мне прикольно. Давай лучше, ну, последний вопрос когда будет и уже попробуешь, понял? Пожалуйста. Все, поехали, поехали. Блядь! Всем привет, я Маришка. Привет. А что ты одна сидишь, болеешь чем? Ну, я вот пришла. Как ты болею? Я на вас пришла посмотреть. Видишь, взяла. Она за тебя болеет. Она за тебя болеет. У меня... Красава, как Маришка? Маришка, все нормально, все хорошо. У меня вопрос чисто женский. Вот вы шутите над своей женой. Так. И очень жестко шутите. Так. Не обижается ли она? Может, она вас дома избивает, я не знаю, не пускает домой. Нет, она не может меня побить. Ну, понятно, вы доминируете в семье. Да, конечно. Так. Во-первых, рукоприкладство в нашей семье только с моей стороны допустимо. Во-вторых, какой был вопрос? Жестко шутите над женой. Не обижается ли она? Нет, мы завтра в Грецию улетим. Ага. Тогда следующий вопрос. А есть какая-нибудь такая каверзная шуточка, на которой стоит запрет? Ну, то есть жена не разрешает ее озвучить про нее? Есть. Ну-ка. Так я, получается, озвучу ее. Ну, может, она не посмотрит. Да вы не вырежете. Ну, ладно. Дело в том, что... Почему ты говоришь? Вырежем все. Мы же не ТНТ, мы вырежем, брат. Потому что не вырежете. ТНТ как раз вырезает всю хуйню смешно. Короче, я говорю, что у меня... Это было же, когда у меня родился ребенок второй. Я говорил, у меня родился ребенок, и он черный. И, видимо, это потому, что моя жена во время беременности очень много... Ела шоколада с какими-то неграми. Вот так я сказал. И она такая, блядь. Я такой, ну все же... Это бомба просто. Ну, полностью выдумано. Полностью выдумано. В итоге я там сказал, какие-то шоколады. Ну, я как-то сделал, без пошлоты, без этой. Ну, и все нормально. Ну, вот тоже, типа, моя жена с неграми, поэтому у меня ребенок черный. Она такая, блин, мне вот этого не надо. Я такой, ну не надо тебе, ну не надо, значит. Вот и все. Слушай, ну, говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Вот какая правда о твоей жене? Потому что все ее знают по твоим шуткам. Ну, немножко туповаты. Доля правды есть. Ребенок действительно черный. Ну, какая правда? Ну, какая? Нет, конечно. Ну, а что доля правды? Я говорю, ты одна сидишь. Ты болеешь? Ну, вот ты болеешь немножко хотя бы? Болеешь, конечно. На какую-то долю ты болеешь? Она худая, посмотри какая. Ну, вот жена звонит. Тут чувствует, что ты сейчас... Да, да, да. Ну, возьми. Она хуй ей, давай. Алло. А ты можешь по фейстайму? Алло, Лен, привет. Вася Бастова курянка беспокоит. Как ваши дела? Он машину разбил. И сейчас с телочкой какой-то трет. Хуелочка, я здесь. Все в порядке. Секун, блядь. Я здесь, я здесь этого не делаю. Можно громкую связь включить? У него голос, как мужика, не погодишь. Леночка, скажите, пожалуйста, вот он рассказывает про шутки, что есть шутки, которые вам не нравятся, и он послушно выполняет ваши указания. Правда? Ну, есть какие-то, которые да. Ну, потом он просто одно и то же говорит. Моя жена тупая, тупая, тупая. Почему он повторяет одно и то же? Тогда говорю, убирайте. А вы умная? Ну, вы себя оцениваете. Ну, вы находите что-то вот в его шутках про себя правду и говорите? Мразь, но было прикольно. Ну, конечно, я же смеюсь. Самая его смешная шутка. Расскажите, пожалуйста. Про негров. Ну, про вертолёт. Это даже не шутка. Это даже не шутка. Напутать самолёт и вертолёт. Такой хрен придумаешь, понимаете? Да просто... Это правда? Правда. Ну, а сейчас вы знаете, что такое вертолёт? Ну, да. Что это? Ну, с крыльями вот это большое. Ну, это с крыльями. На которые мы завтра взлетим. Так можно сказать, что ваш муж своими шутками несёт определённое просвещение в мир? Ну, нет. Вообще всё хорошо, люблю и не обижаю. Всё. Настоящая жена военного человека. Спасибо вам большое. Мы вас крепко обнимаем. Передаю себе привет аплодисменты. Пожалуйста. Лёша. Ага. Я влюбилась в твою попу. Кто же вы по гороскопу? Кто вас пустил сюда? Это же была шутка в КВЭ Николу Стяну задали на конкурсе шуток из зала. Да, было же? Знаешь, почему был такой вопрос? Потому что она в одежде от Blackstar стоит. Серьёзно? Это форма VR. Лёша, Саня, девушка, вы можете выйти сюда, пожалуйста? Давай не надо. Не-не, пошлём в форму. Не, всё равно не надо. Вот только аккуратно, потому что под рубашкой больше ничего нет. Да, никто не собирается. Плевать, нам интересна только форма. Так это не Blackstar. Нормальная форма с Aliexpress. А, черная звезда. Нормальная. Ну, дерьмо, конечно, так-то. Форма, говно. Дорогая? Нет, не очень. Алиэкспресс будет в два раза дешевле. Сори. Я, когда от Юдашкина форма вышла, думал, дерьмо. А почему мы дерьмо расскажем? Ну, мы думали, Юдашкин, господи, Юбашкин, всё идёте. Юдашкин, думаешь, ну просто говно. Она пиксельно видела Юдашкинскую форму. А она, действительно, в армию попала. Всё, мы это не думали. И когда их начали выдавать, первым людям. Одному такому. Мы такие, ха-ха, придурок в Юдашкине. И всё, там весь взвод идёт. Все нормально. Обычно советский комок. И идёт просто в Юдашкин один деградант. И потихоньку внедряли. И потом все они в ней были. И как-то уже всё примелькалось. Ты ходил к Юдашкине? Нет. У меня была кепка Юдашкинская, потому что она очень прикольная. Она была... Что-то хорошее всё равно Юдашкине сделала. Девушка, спасибо вам за показ. Спасибо. Я вам отвечу. Я стрелец. Извини. У меня плохо с раками и со скорпионами. Супер. И? А со стрельцами... Хорошо. И всё. Ну заебись. Жена звонила только что-то. Не слышала? Лёха, приветчики. Здорово. Слушай, такой вопрос. Зачем это ввели до истерики Иру Чеснокову? Вот. И что вообще дальше вы как будете мириться? И Лебана будет уходить в себя и закрывать шоу? Ответь мне. Только честно, только серьёзно. Серьёзно. Полная хуйня. Никто никого не доводил. Ага. А что было? Что было? Это была жопа. Вы что? Ребята, здравствуйте. Шоу «Бар в большом городе» знаешь? Ведущая Ира Чеснокова. Знаешь, что такое? Кого я сейчас с тобой? Конечно, конечно. Вот посмотри, там я, там Би и Рустам. А вы её просто там съели, да? Нет, это был самый смешной выпуск за всю историю. Самый лучший, самый классный. Она почему-то психанула, почему непонятно. Никто не знает. Читал в комментариях про это. И там писали, люди знаете, что писали? Юмор юмором, но нужно важно вовремя остановиться. Особенно ты, Щербаков, как военный человек, как русский человек, как отец, как муж должен был вовремя взять это. Это я писал просто. Воджи в свои руки и прекратить всё это. Так, а я писал людям. Это единственный пост, на который я жёстко начал всем отвечать. Не в смысле жесть, а именно начал прям сильно отвечать. А чё такое, чё такое? Ну кого ты там послал, всё понятно. Но я типа спрашиваю, а чё случилось-то? Ну кто-то может аргументировать? Потому что что случилось, непонятно. Вы довели. Чем, бля, довели? Я там сидел. Я сидел, единственный был прикол, что я руки положил вот так, как будто они парализованы. Я их вообще не трогал. Я ими вообще не владел. Чем тебя довели? Посмотри, обоссайся. Я на 16 минуте уже обоссался. Старик, дай, может я тебе пожму руку? Это самая твоя лучшая шутка. Алексей Чербаков у нас в гостях. Доброго дня. Не, мне просто стало интересно, почему так... А что смутило? Скажи мне. Не, просто как-то каменное лицо и всё. Она начала вести свою передачу. Жабу какую-то словили, непонятно. Ну, а я-то что сделал? Нет, просто... Ну, я... Я ничего не сделал. Подожди, нет, просто ты... Вот кто смотри, я, блядь, ничего не сделал. Они говорят, а веди себя так жубасно. Вот, наверное, этим вы и спортили. Веди себя так жубасно, сказали мне. Словой, я говорю, хорошо. Старик, это было бы... Если бы ты вот так сделал, это было... Ты так разорвался и делал. Да. Никто никого не обижал. Она себе что-то нарисовала и обиделась. Почему, непонятно, мы в шоке сами. Она обиделась? Да, она жестко обиделась. Да ладно. Она говорит, что это самый отвратительный выпуск за всю историю, а это самый смешной за всю историю был. Самый смешной. А как ее зовут? Ира Чеснокова. Она в КВН же играла? Да. Я говорю, КВН говно полное. Людей деформируют, да? Да там вообще ничего хорошего. Есть такое, есть такое. Отвратительно. Отвратительно. Ира, здравствуйте. Вот мы находимся сейчас со мной рядом, человек, который вас обидел, Алексей Щербаков. Он сидит у меня сейчас на шоу, и молодой человек один из зала за вас за вас заступился. Он говорит, ты что, пидор такой, ты обидел просто девчонку с немецкими руками? Сука, ну убери! Ну, посмотрите, что он делает. Он правда вас обидел? Нет, не обидел, но могло быть лучше, вот так. Щербаков, ты слышишь, да? Нет. Нет. У него сползли руки просто. Я просто вам скажу, что он на самом деле такой человек, он мразь просто. На самом деле неприятный, да, я понимаю. Очень неприятный человек, который... И ничего страшного, я прошу вас не переживать, потому что он просто существует, просто отпетые ублюдки просто существуют. Понимаете, ничего страшного. А я вам покажу человека, который пытался вас защищать. Сейчас покажу. Вот он. Петушара. Привет. Господи, какой прекрасный. Как дела? Это никто, но... Самый красивый человек в мире. Ты самый красивый человек в мире, я вам сказал. Он педик, но ничего страшного. Все, мы вас обнимаем, не обижайтесь. И он на прощание просит показать вот это. Короче, вопрос. Назови трех самых плохих рэперов России. Напомни, что Баста срядится по правой руке от тебя. Слушай, я не слушаю рэп вообще и настолько, что даже не знаю. Если мне что-то не нравится, я такой, блядь, что это за говно, кто это поет? У меня жена слушает это очко постоянно. Она едет в машине, у нее iTunes есть, где она включает вот эти топы какие-то, да? У вас как в Ютубе есть вот этот топ? Ой, ладно. Типа она говорит, о, сегодня какая-то песня попала в топ, какое-то дерьмо. После того, как мои песни давно не попадают в топ, меня топ перестал существовать. Вот, видишь? Короче, она включает какую-то и там начинает... А это первое место, типа, за месяц, блядь, среди российского Apple Music или кого-то. Говно, короче. У меня просто не iPhone, я не знаю, как это все называется. А какую ты музыку слушал? Панк-рок исключительно. Какой, ну что, например? Группа Смех. Как? Группа Смех. Порнофильмы нравятся тебе? Нравятся, да. Но группа Смех самая лучшая группа. Да? А Красная Плесень? Нет. Ну ты просто мелковать для этого слушал. Да, нет, я слышал, конечно, но это не то. Это не то, что ты можешь рубиться. Ну, Плесень Плесень. Хорош! Красная Плесень! Бля, смех! Да смех, бля. Смех в тени свободы, где две самые пиздатые российские группы. Дальше же все молодцы, порнофильмы, тараканы, все молодцы. А Метла? Смех, все слушаем смех. Метла. Что? Метла. Что? Метла. Что? Метла. Что? Метла. Что? Метла. Что? Метла. Не, не нравится. Жалот. Слушай, я не знаю, бля, рэперов. Я бы если б знал. Я если б знал. Так он ответить даже не может на него. Три. Хорошо, хорошо. Бандерас мне очень нравится. Ты ебанутый. Ну чего? Кто еще? Дина МС-47. Бандерас, которая группа или? Ну есть такие. Сука, ты что, бля, как раз ты прогулялся по дну сейчас, старик. Ну вот, он говорит, самые плохие. Бля, щербак вообще фермачелло. Ну, ты достойный человек. Ну, Бандерас, Дина МС-47 мне очень не нравится. ЕСТ, да? И... Кстати, да. Ну вот, что там еще? Что у нас еще? Тимати крутой очень. Ну, Тимати, он же не поет, блядь. А что? Он просто катается на серфинге и бургеры делает же. Он же все же. Ну, какой-нибудь... Бля, да кто угодно. Да все дерьмо вообще. Рэп дерьмо. Как КВН. Там трибуны. Ну не надо, ну КВН, ну есть штуки нормальные. КВН дерьмо, рэп дерьмо. Все дерьмо. Панк-рок, смех. Поэтому пацаны делают хип-хоп, а не рэп. Хип-хоп, поэтому делайте хип-хоп. Бля, а куда панк-рок без дерьма? Скажи, пожалуйста. Делайте хип-хоп, конечно. Панк-рок, там все. Не, без дерьма куда? Говно Мача Блевотина. Самая лучшая песня у смеха. Очень вкусное говно. А вот это, Мача вместо крови. Такой нет песни у них. У меня сбритые брови. Чего нету? У смеха нет такой песни. А я не у смеха говорю. Я тебе говорю о смехе. Что ты мне отпечатываешь? Всем слушаем группу смех. Абсолютно. Это мои друзья. Я с ними даже играл на концерте. Кукуруза Блиц. Короче, ты быстро ешь и отвечаешь на вопрос. В процессе, как ты ешь, надо быстро съедать. Не надо торопиться никуда. Ебашить надо пиздец. Нет, я предлагаю, чтобы ты быстро попытался съесть и ответить. Хорошо. Готовы? Кто проиграл, тот садится на кочан. Раз, два, три. Поехали. Сколько денег ты тратишь в месяц? Тысяч пятьдесят. Столица Анголы. Хупаны. Почему ты не в плавках? Я в плавках. Скажи самую короткую шутку. Ты столько худой. Твой любимый цвет во флаге ЛГБТ. Сильенький. Сколько стоит проезд в метро? Сколько стоит проезд в метро? Перчи? Вы мне перченую подсунули. Тридцать два рубля. Тебе принести перченую? Мне, мне. И последний вопрос. Скажи, острая была? Да. Дайте помидор ему, он собьет. Он мне горит ебало. Дайте помидор сверху. Говорит ебало. Сильно, да, брат, прижарил? Да, да. А в курсе, гости? Чего? Вы предупреждали, что будете меня хладить? Да и почему я икаю, блин? Я говорю, шефу говорю, одну кукурузу сделать просто перцем. Она пиздет. Знаете, что он говорит? Он просто может умереть. Знаете, что я говорю? Шапок. Правильно, я не чувствую губ вообще. Заходите попробуйте, вторая такая же. Что, мне съесть? Да. Ты меня уважать будешь или нет? Буду. Поддержу, давайте поддержим. Все. По полам, блин, по полам. Давайте вместе. Баста живи. Баста живи. Баста живи. Баста живи. Не, мне просто губы. У меня вот рот уже... Бля, не, ни хера. Ну что, пацаны, как жизнь блатная нелегкая? Что, улезаться утики, да? Вот так охуенно. Я так домой поеду. Будешь мороженое? Мороженое. У тебя есть черное? Вау. Ты снимет. Кинту передайте. Передаем. Ожог. Спасибо. С вами была передача «Вопрос ребром». Серьезно, что ли? Во-первых, это вся твоя функция, что ли, во-первых? А во-вторых, что вы закончили на этом? Мне этого достаточно. Помидор еще дайте. Бля, это невозможно. Хотя нет, ты не уйдешь без фляга. Давайте для безопасности проголосуем. Если вы поднимаете красную карточку, то за обед, за этот замечательный ужин платим мы. Но суть заключается в чем? Если вы считаете, что Алексей ответил вам всю правду, вы поднимаете красные таблички. Если вы считаете, что где-то он вам собрал, вы поднимаете черные таблички. Поэтому выбор за вами. Поднимаем. Всего 2 черных свиньи и все остальные динозавры. Так что поклопаем. Платит за ведение. Счет! Ура! Посмотрим, какой еще счет. Ура! За кукурузу. Сумасшедший счет будет. Итак. Ёп! Как на день рождения сына. Последний раз такое видел. Сколько? Ты видел, что все правда. Я не знаю, я много на себя беру, но мне кажется, что мы с тобой сблизились по-человечески. Я с удовольствием. Теперь фляг давай сделай, пожалуйста. Надо, чтобы ты фляг разок дал. Шахни, брат. Фляг с губища. Так. Давайте поддержим. Алексей. Я клянусь, 11 лет я этого не делал. Я помню, как он делается, что надо делать. Но самое главное не ссать. Из-за того, что я несу, я скорее всего сделаю. Возможно, просто некрасиво и плохо. Но в целом, ты же когда очкуешь, начинается вот это все плохо. Типа делаешь сальто, стопоришься и падаешь на голову. Потому что ты зассал. Я не суп на 100 раз делал, но я не делал 11 лет. Поэтому сейчас просто... Блин. Все, я просто сейчас... Ноги, руки, руки, ноги, ты понял, да, что такое фляг? Все, поехали. Попланируем, любят. Нет, это наоборот. Нет, давайте как белым попугаем. Нет, 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 надо наоборот. Давай, давай, давай. Да заебали, я так не сделаю. Ай, молодца. Я так не сделаю. Ай, молодца. Я так не сделаю. Надо наоборот, чтобы ничего нет. Забавляй нас, обезьянка. Надо, чтобы никого не было. В смысле, чтобы тихо вообще. Давайте так все. Нет, просто молчите и все. Да просто делай, не заебуй. Да заебался, смотри, сделай. Я не знаю, что я не заебался. Надо на цокольном искать тебя будет. Прыгай, а то сейчас опять белый попугай будет, пожалуйста. Все, поехали. Свят! Ага! Такая же со стороны. Братуха, спасибо тебе большое, что ты поучаствовал в нашем шоу. И у нас осталась последняя движуха, которую тебе нужно сделать. А, ты здесь? Да, я здесь. У нас есть шеф. Принесите. Шеф, который делал кукурузу. И это. Братуха, чьи это ребра? Это твои лично ребра. Это твои ребра. Из кого? Кто был хозяином? Какие? Дата рождения, номер идентификационного кода и, короче, фотографию прописки и все остальное. Давай. И через 30 дней приходи и с пацанами, либо с мамой пахавой шребрышки, которая будет храниться вот здесь. И вешай. И я вешаю свинью. Ай, это баранина. Ой, это кто это? Это утка? Да? Утиные ребра самые лучшие.